Ну ёшкин кот, я не могу открыть. И вот на нём можно рисовать этими фломастерами. Ай-ай, горячо, горячо. 60 градусов. Нееет! Наконец-таки выключили эту сигнализацию, и я могу теперь нормально снимать видео. Девочки, галамарт, галамарт у нас сегодня. Я набрала очень много прикольных вещичек. Сейчас я тут новое место, локации придумала, я не знаю с чего начать даже. Так, давайте начнём с того, что у нас на самом деле, что у нас, у нас, у нас? Скоро праздники, да? И я скорее хочу распаковать вот такие вот две пары носочков. Я взяла их, они стоили 119 рублей, по-моему. Так, надень и иди, покорять мир. Это для девочек, а это турбо-носочки для мальчиков. На самом деле видов там было очень много. На моём втором канале есть обзор прям по магазину. Там было 4 вида где-то вот в таких консервных банках носочки для девочек. И 4-5 видов для мальчиков. Всё, по-моему, по 119 рублей, если я не ошибаюсь. Здесь ещё какой-то сюрприз. Мне понравилась надпись именно «Надень и иди, покорять мир». Очень прям конкретно, да? Прям буду одевать эти носочки и иди, покорять мир. Единственное, мне интересно, что там за носочки внутри. И для мальчиков тоже мне интересно, что за носочки внутри. Поэтому мы откроем сейчас и посмотрим. Даже если здесь просто чёрные, мне было бы тоже интересно. Открываем. Давайте первые откроем. Ну, так как у мальчиков скоро праздник, да? Мы откроем первые их носки. Нет, нет такого звука. Открываем. Достаем носочки. Что-что за носочки? Размер здоровый, конечно. Я, наверное, просто нереальный. Сейчас я вам покажу с женскими, сравню. Нереально огромные носки. Брату задарю на 23. Только уже открытая, правда. Ну, мне же надо было показать. Тонкий-тонкий хлопок. Прям тонкий, прям какой-то прозрачный. Видите, рука моя видна. Ну, то есть, значит, они пойдут и на лето. Ну, достаточно завышенные, резиночка наверху. Ну, здоровые прям, здоровые девчонки. А теперь откроем, давайте, женские. Опа. Какой цвет интересный. Розовый. Ну, что они черные? Так, и что... А, пожелание внутри. Опа. Пожелание внутри. Твоя суперсила красота. Жди знака. Скоро отряд «красивый» в кавычках. Ну, значит, некрасивый, наверное, да? Призовет тебя в свои ряды. И вместе вы покорите этот мир. Поняли? Вот такие розовые носочки. Такие милые, с сердечками. В крапинку красненькую, такую небольшую. Видите? Ну, здесь размер уже чуть-чуть поменьше. Хотя на большую ногу идет там. И вот смотрите, чтобы сравнить, да, насколько... Насколько вот черные больше... Вот. Пятка где заканчивается. Вот где тут пятка, где тут. В общем, прикольные носочки. На самом деле, даже я сама себя купила и порадовала. Очень классно. Мама! А ты покупала в фикс-прайсе как-то вот такие носки были? Что-то похожее? Были в жестяной банке, да. Ну, не помнишь, да, вот это? Ну, там не только носки было написано. Что-то другое, да? Что-то другое. Короче, такие носочки очень прикольные. Их там очень много. Пока все не разобрали, можно брать. Поехали дальше, 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 дальше. Что у нас? Ну, к празднику. А, еще. Ай, смотрите, какие классные салфетки. Вообще, мне так понравились. Давайте я сразу цены достану здесь. Сразу с ценами буду показывать, потому что вот салфетки влажные, в баночке вот такое, мне очень понравились. Они как брелочек. Да даже просто в машине, если они будут, вот так вот уже. Это будет очень круто. Давайте тоже их откроем скорее. Они тоже без... Ой, а тут вообще крышечка именно, видите? То есть она открывается, закрывается. И отсюда вытаскиваются вот так вот. вытаскиваются или что? Или не вытаскиваются? Или как их вытащить оттуда? А я не знаю. Как вытащить, я не знаю. Надо сначала чем-то поддеть. Или вот эту штуку открыть. Самую верхнюю. А она тоже особо не открывается. Или надавить куда-то. Ну, ёшкин кот, я не могу открыть. Офигенные салфетки, которые я не могу открыть. Но смысл в том, что она закрывается, открывается. И это вот в такой баночке. Короче, я в итоге ножом отодрала вот эту штуку. Вот. И она, оказывается, здесь еще в пакете. Ее надо открыть и достать. Салфетки. Вот такая вот пачка вкусно пахнущих салфеточек. Кладется внутрь. Так. Теперь достается кусочек и протаскивается. Ну, это вы знаете, как делать, да? Так, разбросаны салфетки везде. Теперь серединку вытащила. Давайте попробуем. Ну, как бы вы поняли, да? Теперь хоть тянется одна за одной. Так. Ее надо отрывать. Короче, вы поняли, да? Ну, в общем, прикольная штучка. К праздникам, кстати, девочкам можно дарить на 8 марта. Мне, кстати, показалось это очень интересно. Но это стоит всего лишь 59 рублей. Вот такой шар, который можно использовать потом еще и на елочную, как елочную игрушку. Открываешь его. А здесь у нас вот таких два крема. Один идет... Два крема, два крема разных просто. Давайте понюхаем, как они пахнут. Вот такая вот остается крышечка. Она также может быть для хранения. У нее здесь местечко есть, где ставить. За 59 рублей я не смогла пройти мимо. Все крема запечатаны, кстати. Но запах чувствуется вот приятный, сладкий, пудровый такой какой-то. А здесь... А здесь что-то фруктовое немного есть. Ну, в общем, я не буду их открывать прям, да, наверное. Ставлю. Может, я кому-то подарю. Тоже мило. Хотя за 59 рублей, казалось бы, что за подарок за 59 рублей? Ну, знаете, мне это же приятно. Может, вот незначительно кому-то. Мне было бы приятно, если бы мне такое даже подарили. Я бы не смотрела на то, что это стоит 59 рублей всего. Так что вот такой вот... Вот такой вот подарок в Галамарте можно купить. Положу его сюда, красиво смотрится. Так. Ой, смотрите, что я взяла. Мятный порошок зубной. Короче, я не каждый раз, если честно... Так, все, у меня там все звуком работает. Не каждый раз хожу к стоматологу, например, на чистку зубов. Вообще, по-хорошему, хорошо бы раз в год ходить на чистку зубов хотя бы, да, и на осмотр всей полости рта. Но бывает, я могу там забывать. И еще более того, что намного чаще скапливаются камни на зубах. И вот у меня на самом деле уже скопились камни на зубах. Особенно внизу часто они скапливаются. И я, знаете, как спасаюсь? Я беру вот такой порошок обычный. Даже сода так не помогает. Содой можно было чистить, хотя она очень может сильно портить эмаль. Короче, берете вот такой порошок и прям на сухую... Единственное, что с обычной щеткой это не прокатит. У меня Oral-B, которая крутится. И вот я на нее прям, я ее, ну, как бы намочу, да, потом в порошок окунаю. И прям прохожусь несколько раз по своим зубкам. И, например, внизу у меня просто, ну, убирается то, что я не могу сделать щеткой. То, что я не могу сделать обычной пастой. То, что я не могу сделать даже этой щеткой с пастой. Но с сухим, вот именно с сухим порошком, это получается. У меня как раз-таки пора уже сделать. У меня есть сухой порошок, но я его... Зубной сухой порошок. Но я его никак не могла найти. Поэтому купила. Он стоит вообще копеечки. 29 рублей всего стоит этот порошок. И я его решила взять, чтобы, ну, пусть будет второй. Во всяком случае, пока я тот найду, я уже хоть почищу зубы. Это, ну, я имею в виду камни, да. Потому что я, бывает, вам снимаю видео, и если очень близко показываю свой рот, я приближу эти каменные отложения. И, возможно, я даже вам сниму, сниму отдельное видео, покажу, как я делаю. Напишите в комментариях, хотите или нет. Но это будет на втором канале, если что. Ссылка на него под видео. Там есть мятный порошок. Вот я взяла мятный. А есть обычный, по-моему, белый. Но вот обычный белый он у меня есть, и я решила взять мятный. Пусть будет. В общем, полный обзор тогда о нем расскажу, если хотите. И покажу до и после. Надо камни насобирать, чтобы был результат. Так. Еще, 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 что я взяла. Складывать и сразу тухные вот эти вытащить, чтобы они уже здесь мне не дуцевались. Короче, первое, это коврик для раскрашивания, моющийся. Можно мыть под водой и снова рисовать. За 200 рублей взяла. Для Деньки. Мне показалось это классно. Кто в обзор мой смотрел Галамар, тот, наверное, видел. Мне стало его интересно раскрыть, посмотреть. И главное переживание мое, чтобы он этими фломастерами просто не рисовал по стенам. Хотя я все предусмотрела. У меня же стены, обычные стены. Я решила не делать обои, ничего не делать. Не знаю, рассказывала вам об этом или нет. Но именно для детей, которые могут все испортить, я решила ничего не делать. Так, смотрите, здесь внутри вот такой коврик. Достаточно большой, кстати, коврик тканевый. Смотрите, такая раскрашечка. Видите, огромный, прям огромный. Размеры, я сейчас вам даже скажу его размер. Метр даже где-то. Ну, чуть меньше метра, да, вот так вот прям. И здесь то же самое. Он такой квадратный. И вот на нем можно рисовать этими фломастерами. Сейчас мы посмотрим. Ой! Можно рисовать фломастерами. В комплект входят фломастеры. Кстати, не знаю, специально это какие-то фломастеры, либо нет. Ну и типа потом можно его постирать. Он будет опять чистенький. Мне кажется, Дэнке понравится. Классно. Все рисует. Все рисует. В общем, я покажу, как Дэнке понравилось, нет? Как он будет все это дело раскрашивать. Вот. А потом мы его постираем. Но это я уже вам во влоге где-то расскажу, если что, да. Как оно постиралось, хорошо или нет. Но мне кажется, это классная идея. И Дэнка очень любит рисовать. Поэтому я для него взяла. Еще интересно, может ли это быть с другими фломастерами. Другие фломастеры стираются. Или это именно специальные какие-то фломастеры. Вот этот момент мне интересно узнать. А, 80 на 80. Вот. Больше ничего такого особого не написано. Написано, что соответствует требованиям о безопасности игрушек. И срок службы 3 года. Так, поехали дальше. Вот, что еще я взяла. Это вот такие набор термосалфеток. 8 штук. 8 штук. 8 штук. В скобочках 4 штуки 42 на 28. Плюс 4 штуки 9 на 9. Барокко белый принт. 4 дизайна. Я что-то не поняла. Здесь что, много? А, тут еще маленькие. Короче, вы видели, я в экспрессе взяла такую штучку, которую постелила себе на стол, чтобы стол не портился. Но на время, потому что стол из Икеи у нас очень портится. Он сейчас у нас под кухню. И я вот увидела вот эти и решила тоже на стол положить. Они еще даже дешевле стоят. Вот, вот это набор термосалфеток. 79 рублей. 8 штук. Ну, то есть 4 большие, это много. И 4 маленькие. А я маленькие даже там не видела. Смотрите, вот они маленькие. Малепусечки. Ой, они тоненькие такие вообще. Ну, если они нас спасают от, что, от горячего или термо, да, то почему нет? Вот такие вот. Будут лежать вот так красивенько. Классно. А мама, знаете, как у меня еще такие штуки использовала? Ну, только другие вроде бы. Ну, по-качественнее, короче. Она на них резала, а потом, вот, допустим, режет что-то, да, а потом в кастрюльку вот так вот вкладывает и в кастрюльку вот так все скидывает. Очень удобно. Короче, аж за 79 рублей 4 такие штуки. Там были еще какие-то цвета красивые. И еще вот в придачу вот такие. Вообще как. Кали. На самом деле в Галамарте реально можно найти очень много бюджетных таких находочек. Классно, да. Поэтому я туда периодически захаживаю. И классно, когда там есть еще какие-то новинки. Потому что новинки там тоже бывают. Конечно, это не так у нас распиарено, как в фикс-прайсе в Галамар, да. Но, тем не менее, мне там нравится иногда палатик. Так, что я еще взяла? А, взяла Малому вот такой водный пейнгол, который большой взяла, с такой бабаешкой. Так как мы у него забрали все гаджеты, ему все время что-то надо новенькое. Потому что иначе он просто бесится, прыгает по дивану, по столу, на голове у нас. Поэтому каждый раз его нужно чем-то отвлекать. Да, вот что делать, если вы забрали гаджеты у ребенка, да, еще что-то надо делать. Его просто нужно всегда чем-то увлекать. А что-то, что он уже знает, ему неинтересно. Значит, надо что-то новое. Но вот эта штучка недорого стоит. Она там 129 рублей, да, по-моему, 129 рублей. Вот будет вот так вот. Даже моему брату и мне, если честно, нравятся такие штуки. Он как-то сидел в гости, пришел. Кстати, вот это прикольное. Вот это получше. Там была еще за 99 рублей. Это в обзоре, кстати, можете увидеть по магазину, да. Мне кажется, это лучше, покачественнее. Бабайга, кстати, это их логотип, по-моему, Галамарка. Мне кажется, Деньке понравится такая штука. А похоже на гаджет, кстати, да. Типа гаджет. Вот новые гаджеты появились, сынуля. Так, вот такую штучку еще я купила. Это я взяла ванну. Хотя ванну, наверное, лучше пластиковая должна быть, да. Но я взяла ванну. Здесь она есть широкая, есть узенькая. Там еще были с закрывашками вместе. Цена у них, сейчас скажу. Салфетки, кстати, вот они влажные. 39 рублей они стоят. Цены, да, маленькие такие, классные. Набор решеток для раковины. Вот эти стоят 39 рублей. А за 59, по-моему, там были еще с закрывашками такими. Но мне закрывашки не нужны, так как в ванне у меня есть закрывашка. Но вот здесь мне понравилась эта решетка, что она более плоская. Я вам сравню с той, которая у меня была решетка, которую я купила в фикс-прайсе. Она глубокая. И когда льется вода, она все время просто крутится, потому что она плотно не закрывается. Здесь же это немножечко узенькая решеточка. Такая, ну, плоская. Поэтому я думаю, что она мне больше подойдет. В общем, я померю вам и покажу. 39 рублей вообще. Целых две даже. Мне кажется, это очень дешево. Вот, смотрите, эту я брала в фикс-прайсе. Видите, какая она толстенькая вот здесь вот. А здесь она более плоская. И так, а какую? Нам, наверное, вот эту надо. Сейчас подойдет вообще? Сейчас посмотрим, подойдет она вообще или нет. То я вечно что-нибудь беру, а она потом не подходит. Например. Вот, видите, эту я кладу, и она вот до конца не садится. И когда вода льется, она вот так крутится. И как-то, мне кажется, она и по бокам там проходит. А если вот эту мы положим, ну, кажется, более лучше. Но, по-моему, это не для ванны, блин. Это реально для раковины. И причем для раковины на кухню. Есть такая широкая еще. Вот она сюда уже не становится как следует. Тоже как-то ездит. Короче, это будет для раковины. А, приколола меня вот такой вот наборчик салфетки для снятия гель-лака. Я сейчас не буду снимать гель-лак. Я сейчас хожу, наращиваю, делаю ногти. Но мне показалось, что прикольная идея, именно чтобы были готовые салфетки. Вдруг где-то в дороге или еще что-то мне нужно будет снять, потому что они будут уже ужасно выглядеть. Просто обмотал, и классно. А они стоили совсем чуть-чуть, да, 39 рублей. Я подумала, возьму. Возьму и как-нибудь обязательно затестую. Вот такие вот салфетки для снятия гель-лака. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Уже начинают они там штробить снова. Взяла вот такие вот уголки. Уголки для... Силиконовые уголки для того, чтобы у нас здесь стол как раз стоит, да, и Денька прыгает по нему постоянно там и под ним, и на нем. И этот журнальный столик я хочу просто уголки силиконовые по бокам сделать на всякий случай, чтобы уберечь его. Очень много вот таких всяких защитных вещей в Галамарте продается. И вот эти уголки, они стоят 79 рублей всего лишь. Я их сейчас одену и покажу, как они будут смотреться, и насколько они там силиконовые. Силиконовые, да, их 4 штуки, 5 на 45 сантиметров. Прозрачные, это хорошо. Вот такие силиконовые, они вот такие, ну, достаточно твердые, кстати. Я думала, они будут мягче. И вот мы их должны сюда... Блин, что-то оно не подходит. А как? Это не на такой, что ли? И что это такое вообще? Что-то как будто это не сюда. Не так, не сяк, не становится. Какая-то фигня. Мама на помощь подождала, она говорит, тоже как-то да, как-то странно. Ну, может, у Кази приклеивать или нет чем-то. А так-то оно не садится. Да нахер оно надо приклеивать. Оно ещё как-то и не идеально садится. Ой, красота будет. Ну, это не красота, да. Херня опять какая-то. Ой, смотрите, нашла уголочки. Видите? Это, короче, к уголочкам клеить надо. Вот так вот валялись. И я так думаю, что это такое? Это вот, мне кажется, как раз-таки их вот четыре штуки здесь в пачечке. Вот они. И вот, видите, треугольнички вот такие здесь. Их, наверное, внутрь сюда нужно приклеить. И как бы приклеивается. Но, честно говоря, даже если их так приклеить, они вот у меня лично... Типа вот сюда одну, да, приклеить, вот, и всё. Вот эти по бокам не достают, чтобы приклеить. Одна. Ну, как-то оно торчит ещё больше. Мне кажется, так шансов удариться ещё больше. И на самом деле, пластик здесь такой жестковатый, особенно вот здесь. Ну, как бы это пластик даже. Это какой-то не силикон. Или силикон очень грубый. Поэтому, мне кажется, всё равно будет больно, если удариться. Оно ещё и слетит, блин, как-то там. Короче, что-то там мне не понравилось. Потом взяла вот такую себе пилочку. Она тоже стоит чуть-чуть. Она мне понравилась, что она в футляре. Пожалуйста, ну и пожалуйста, пожалуйста. Не штробите пока. Дайте видео кусочек доснять. Так, пилка для ногтей 49 рублей. Вот она маленькая, аккуратненькая. И часто у меня бывает, спрашивают пилочку, есть ли у тебя пилочка. Я достаю её из сумки своей. Она такая страшная, я сразу извиняться начинаю. А на самом деле, хорошо, если бы пилочка была просто вот в таком вот футлярчике, да. И она вот такая вот здесь прикольненькая. Вот. И теперь она будет у меня в футлярчике, в сумочке. И тебе не стыдно. Если кто-то попросит, дать пилочку. Так, и осталось совсем чуть-чуть. Мои находочки супер-пуперские. Это вот такие вот помады. Короче, одна помада, это гигиена герпес. Гигиеническая. Эффективное средство защиты для всей семьи. Смотрите, она очень прикольная. Эффективное профилактическое средство содержит активные противовирусные компоненты, комплекс природных веществ. Смола лиственичная, экстракт календулы, обладающий противовоспалительным действием. Помаду рекомендуется применять при первых симптомах активизации вируса на коже, в момент ослабления защитных функций организма, то есть иммунитет чуть-чуть ослабевать, можно уже наносить, во время эпидемии вирусных инфекций. Использование помады на ранних стадиях герпетических проявлений может полностью предотвратить течение инфекции. Способ применения наносить на пораженные участки кожи губ 3-5 раз в сутки. Короче, вот такая помада для меня шикарная, вообще просто гигиеническая, именно с профилактикой герпеса. Вот, мне кажется, это супер. И еще я один нашла, вот так вот он здесь, вот так вот должен быть. Я уже его просто достала для того, чтобы использовать. Это маскирующий карандаш юноши, называется антиакне. У меня как раз-таки высыпало меня немножко здесь, да, и такой красится не кайф, а прыщаха такой торчит как бы. И вообще, на самом деле, я люблю, когда я ходила к косметологу, когда они мне выдавливают прыщ, они всегда каким-то вот таким маскирующим, но специальным средством. Не тоналкой, да, в которой там состав непонятно какой, что там делает, да. А именно специальным маскирующим средством у них там, у косметологов был. И там состав какой-то такой хороший, который именно, я сейчас вам скажу, этот состав именно здесь, и поэтому я его взяла. А выглядит он как просто карандашик маскирующий, типа под глазками, знаете, корректор. Но при этом у него классный состав. А содержит он натуральные противовоспалительные компоненты. Илантан, который снимает воспаление и покраснение. Смола, живичная. Она обладает высокой биологической активностью и регенерирующим действием. Предназначен для кожи, склонной к появлению поверхностных угрей и ахны, оказывает подсушивающее, маскирующее действие, скрывает мелкие недостатки и дефекты кожи. Мне кажется, что это как раз вот, ну, тема, да. Если мы бегим куда-то, не просто корректором замазать, а все-таки лучше корректором с какими-то правильными свойствами. Вот, и цена, 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 цена. Помады гигиенические, карандаш гигиенический. Вот этот карандаш гигиенический получается 59 рублей, а помада противогирпичическая 69 рублей. Ну, то есть, мне кажется, вообще класс. Это находка. Я когда увидела, офигела. А, патчи, патчи. Блин, я же с самого начала вообще хотела открыть и попробовать патчи. А я накрашена. Короче, я взяла патчи, там, эти патчи стоят 29 рублей всего лишь, навсего. Вот. Ну, я вставлю попозже их сделаю. Наверное, вставлю в это видео. Такие черненькие, 29 рублей. Решила попробовать их. Что за цвет? Вроде как золотые. Непонятно, короче. Такие вот патчи. И еще грелка для тела. 39 рублей самонагревающиеся. Я на самом деле там все, это все-все-все последнее. Я на самом деле там в Галамарте увидела стельки самонагревающиеся. Такая непоняла, что за... Что за... Они тоже стоили 49 рублей или 59 рублей. Но мне сам принцип просто интересный. Одна штука, да? Что это такое? 8 часов тепла для прогулок, активного отдыха, для работы на открытом воздухе. Экологически безопасные, удаляют неприятный запах. Мне стало очень интересно, что это такое. Максимальная температура нагревания 60 градусов. Нееееет! Мне чуть-чуть осталось. Чуточку. Максимальная температура нагревания 60 градусов. Средняя температура нагревания 45 градусов. Они как будто меня услышали. Не использовать во время сна, не использовать вблизи от обогревателей или выход обогревающих устройств. Не использовать на одеяле с электрообогревом. Представляете? Открыть упаковку перед использованием. При взаимодействии с воздухом грелка начнет выделять тепло. Снимите защитную пленку, приклейте грелку на одежду. На одежду! Грелка предназначена для согревания рук, ног, других частей тела. Кто пользовался такой штукой, напишите, пожалуйста. Мне очень интересно. Мне, например, даже не хочется ее открывать. Но я ее открою и вставлю вам видео, как вообще она работает и мои впечатления. Ну что, я забыла опять затестить, да? Давайте открываем. Вот это, в общем, грелочка вот такая, да? Открываем. Ну вот, я ее сейчас открываю. А! Она сейчас начнет греться во взаимодействии с кислородом. Пока что это просто, вот знаете, как горчичник. С одной стороны гладенько, с другой шершавенько, реально как горчичник. По идее, она сейчас начнет греться, да? Еще там написано, прилепите ее на одежду. А, она вот здесь липкая. То есть ее можно прилепить на одежду, и она начнет меня греть. Она мне должна начать греть живот. Ждем. Пока ничего не греет. Вроде потихонечку начинает такая нагреваться. Такая сейчас еле-еле тепленькая. Но она все сильнее-сильнее нагревается. Что-то мне не нравится, что я... Хотя все нормально будет, я думаю. Ладно, ждем еще. Прошло две минуты только, вот она начала греться. Сейчас ждем еще. Ай-ай, горячо, горячо! Я шучу. Слушайте, ну нагрелась так вот реально, ну как бы тепленько. Вот если взять такие две штучки, например, да? Ну, я сниму, короче, с одежды. И положить в перчатку, например, знаете? Или реально там, что у тебя там мерзнет? Вот стельки есть самонагревающиеся, да? По кайфу. Я теперь просто поняла, как это дело работает. Там были стельки, я их не стала брать. Думаю, ну, наоборот, как-то ноги бывают потеют, там, например, да? Не хочется, чтобы они лишний раз грелись. Но! Реально, если вы куда-то идете далеко, то лучше бы взять такие самонагревающиеся стельки. Главное, чтобы они по размеру подходили. И вот такими затариться пластинами. Потому что реально это клево. Вот так вот раз, и все, и ваши, допустим, уже нагрелись. Ну, температура вот сейчас теплая, да. Просто вот так можно раз и греться. Пока. Как раз для грения рук, ног. Ладно, все, этот ремонт меня достал. Короче, греет, работает, прикольная штука. Все, мои хорошие, это были все покупочки в Галамар. Честно говоря, я очень довольна всеми. Особые находки для меня это мои помады. И вот этот вот коврик, который стирающийся, классный. Я думаю, Деньке понравится. Но носки ничего особенного такого, да? И что меня еще покорило, 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 покорило. А, вот эта вот игрушка. Она такая прикольная, мягкая, вот этот пейнтбол. Нажимать кнопку, которая вот очень понравилась. И цены, конечно же, мне очень понравились. Потому что самое дорогое, что я купила, это за 200 рублей. Вот этот вот коврик, да? Это как в фикс-прайсе, самая дорогая, 199. Все остальное 39, 69, 49. И там бывают даже в Галамарте акции целые стоят вот такие большие. Там постоянно скидки, мало того что, да? Но стоят иногда такие корзины, типа, все по 29 рублей, все по 39, все по 49, все по 59. И там реально есть вот такие всякие интересные приколюшки. Вообще, магазин большой, там много всего. Много всего, много всего, реально. И посуды, и сковородки, которые я обожаю, до сих пор пользуемся. И, блин, и текстиль, и одежда, и косметоз, и все на свете. Кстати, хочу еще взять там косметику, конкретно затестить косметику из Галамарка вообще. Именно то, что у них продается. Все, мои хорошие, давай буду прощаться. Потому что, да, ремонт, пока не дали возможность немножечко снять, я вот умудрилась влезть сюда. Все, я вас люблю, целую. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Вы для себя реально что-то нашли. Постараюсь выпустить его как можно быстрее, чтобы вы успели реально к празднику что-то купить. И вообще зайти посмотреть в Галамарте. Все, люблю вас, целую. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Впереди, как всегда, много интересного. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok